Приветствую вас. Как я понял, вопрос касается ассоциативных цепочек, то есть именно того, как работает механизм ассоциаций. И здесь однозначно можно сказать, что это очень индивидуальный процесс, индивидуальная работа, то есть уровень, качество, длительность, интенсивность ассоциаций зависит исключительно от самого человека. А множество факторов. То есть этими факторами могут высказать тип личности, характер, среда, в которой живет человек, его образ жизни, его поведение, его мысли, его чувства, его... скажем так, переживания. Потому что если есть воспоминания, которые от человека вгоняют в депрессивное неврозное состояние, то язык, изучение языка, может наоборот стать спасением и язык будет ассоциироваться с тем, ну, с чем-то хорошим, что помогло человеку выйти из этого состояния. То есть у него все очень индивидуально здесь. Поэтому в ряде случаев язык может ассоциироваться с тем, ну, негативным, а в ряде случаев нет. От чего это зависит? Зависит это, конечно, от уровня эмоциональности. То есть если человек пребывает вот в этом воспоминании, да, и пребывает он в нем довольно периодно, сильно, и ему в этом воспоминании тяжело, и он учит язык. То есть если язык, обучение языка повлекло за собой результат и облегчение, то данное действие будет чем-то хорошим. Если язык повлекло за собой неудачу и какое-то негативное переживание, то он может у человека вызывать впоследствии такие же негативные эмоции. Потому что, грубо говоря, человеку было и так плохо, а тут еще язык, да, и такой субъект будет... Ну, тяжело ему будет воспринимать изучение языка как что-то положительное. Особое внимание мне бы хотелось обратить на то, что вы говорите об избегании. То есть вы говорите, что я хотел бы, или человек хотел бы, или мужчина хотел бы забыть этого воспоминания, да? Я хотел бы сделать так, чтобы его не было. На самом деле, забывать... Ну, что-либо забывать... Ну, что-либо забывать... Очень... Неблагодарное... Занятие... Потому что забыть невозможно. Можно изменить отношение своё к событию, к воспоминанию. Можно изменить образ этого происшествия. Можно из-за концов извлечь опыт из него, из этого события. Но нельзя забыть. Когда забыть, значит убежать. Уменьшать, значит не получить опыт. А не получить опыт означает по большому счёту только одно. Что вы или человек наступите на те же корабли. Знаете... За опыт... Вот... Когда человек... Получает опыт... Ну, наплатить... Я доплал по боль. И если человек боли измигает... Неправильно её воспринимает. Неправильно её... Реализует. Неправильно её интерпретирует. То опыта... Он не получает. И... Получается, что... Избегая боли... И выигрывая в мелочи... Человек проигрывает в глобальном. Вот так. Наконец... Последняя рекомендация будет касаться того, что у вас очень много терминов. То есть видно, что вы как-то изучали это всё. Ну, изучали эти моменты, связанные с воспоминаниями и корением и прочее. Вот. А если вы клиент, то есть если вы не специалист, если вы не психолог, то я не рекомендую вам изучать литературу какую-либо. Лучше работать со специалистом. Потому что... Сами себе... Проблему создадите. Вот. Неверно её... Диагностируете. И неверно будете себе как-то помогать. Что в итоге приведёт к ещё большим проблемам. Если вы этого не хотите, то... Я рекомендую самостоятельно себя не лечить. Вот. Для вашей же пользы. Собственно говоря. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч! Удачи!